ремонтировал среднюю часть в этом сиденье убирал складочки внутренние складочки образовавшиеся на подогреве раздражали моего заказчика водительская сделал могу показать как делается как разбирается пластик чтобы не поломать покажу где все клипсы где пистоны где металлические защелки где винты чтобы разобрать и отремонтировать нижнюю часть поехали покажу на пассажирском сиденье lexus и с 200 снимаем пластик 1 но можно начать самой простой детали значит вынимаем пистончик можно так вынуть можно защелкой очень короткий пистон вынимается легко не ломается все следующее раскручиваем винт снимаем пластиковую пластиковую крышку на себя подсовываем отвертку здесь есть щелочка очень легко снимается хороший пластик мягкий не ломается можно рукой кстати зачем отвертка видите легко снимается смотрите где защелки так в нижней части 1 2 верхней здесь защелки нет она просто вставляется в паз и она просто отскакивает она она держится за счет напряжения вниз снимаем длинную часть которая расположена кнопки управления откручиваем два самореза кладем сиденья один белый пистон второй белый пистон 1 винт 2 винт здесь две металлические клипсы которые вынимаются в направлении параллельно плоскости сиденья так расщелкиваем клипсы лучше это делать изнутри длинной отверткой чтобы не поломать вот в этом месте пластик вынимаем два разъема раз два деталь снята так нижняя два винта один вот здесь так второй по моему где-то здесь в районе ручки до 2 вот здесь так есть это дело вынимаем винтики не теряем так и снимаем сам весь пластик по такому же методу как и маленькую детальку все готово так теперь приступим к разборке самого к самой поролоновой плиты на чем держится поролоновая плита ребят значит задняя защелка это легко снимается так защелка назовем ее защелкой до защелка 22 пистона черных легко съемных передняя защелка два легко съемных так вот еще одна здесь здесь всегда почему-то снята я вот обратил внимание на втором сиденье тоже снято так ну и снимаем в любой последовательности да момент сзади находится по моему три разъема обязательно надо пометить и поставить не забыть нет четыре раз два три по моему три или четыре разъема с пластиками ограничительными пистонами их надо снять аккуратно и на место потом все поставить этот разъем снимается вот сюда в щель отверточку просовываем только так 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 он вынимается по другому все переломаете сейчас какую-нибудь удобнее вот маленькую возьму разбирается легко но защелка с этой стороны находится здесь тоже надо вставить отвертку чтобы освободить защелку так это снимается легко ребята видно видно это снимается отверточку подсунули сняли так верхняя снимается легко руками так пистоны как снимаются чтобы не поломать пистоны выдавливаем их изнутри очень легко выдавливаются все готово точно так же здесь выдавливаем выдавился но можно спереди немножко его подхватить так все готово следующее так с этой стороны это снимается методом подсовывания отверточки защелка с внутренней стороны по моему да сняли здесь можно помочь таким образом так дальше такая же с внутренней стороны это снята как я уже говорил ну и нижняя легко снимается рукой просто это накидная на болт так и теперь переходим к задней части тут самое главное не запутаться сейчас я вам покажу и так здесь у нас разъемы значит так первый разъем это подсветка ног заднего пассажира вынимаем ее не спутать это кто-то уже до меня разбирал так откидываем значит метим я всегда мечу метим вынимаем считаем раз второй другой меткой два третий третий не спутаете так он всегда плохо вынимается я всегда вот сюда кнопочку подсовываю он всегда плохо вынимается от разъем 3 так теперь вы щелкиваем сзади пистоны пластиковые хомутики которые удерживают провода на заднем чехле их можно маленькой отверточкой потому что съемником они все переломаются нажимаем на каждый из двух краев защелки их просто вынимаем они сохраняются потому что если вынимать их съемником они ломаются так ну и снимаем вот эту заднюю часть она очень легко руками скидывается так все по моему да сейчас проверим так 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 нет здесь вот еще по моему да здесь вот еще присутствует датчик присутствие пассажира тоже его надо не забыть вынуть так ну надеюсь я ничего не забыл вам показать вынимаем аккуратно без сильных рывков если что-то забыли рука почувствует рука почувствует вот моя рука почувствовала я пропустил один маленький потому что когда показываешь что-то кому-то акцентируешься на другом совершенно но не на работе так смотрим так что эту защелочка у нас держится это пластиковая задняя там очень узкий узкая щель и так и здесь еще а вот смотрите видите что я еще датчик присутствия пассажира он сделан наоборот я не знаю во многих машинах так делают то есть защелкнут он он на корпусе вот теперь все ребят вот таким образом снимается чехол то есть кому надо отремонтировать пожалуйста пользуйтесь инструкция так сиденье убираем и начинаем работать